ВОЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 9 ноября. Воскресенье. Событие 76-летней давности восстанавливает военно-историческая реконструкция освобождения Гомеля. По традиции ВИКО честь мундира организовала ее на Роповском озере в Любинском микрорайоне. Свидетели аналогичные в минувшем году помнят. Сугробы тогда были по колено. Нынче с погодой повезло больше. На мероприятие пришли и приехали сотни людей. Тем более в этом году зрителей было чем удивить. В распоряжении реконструкторов оказалась вновь приобретенная техника. Несколько минометов и танк. Мероприятие самое крупное у нас на Гомиевской области. Ежегодное мероприятие, которое проходит. Поэтому мы трое суток уже здесь находились в поле, уже и в палатках. И завозили технику. Труд очень сильно, честно сказать, титанический. Но результат он оправдывает все положения. 25 ноября. Во всех районах города проходят торжественные митинги на мемориальных комплексах. Один из них на Аллее Героев. Ветераны вместе с молодежью в специальную капсулу насыпали землю, собранную с мест воинских захоронений четырех районов Гомеля. Затем ее передадут в Минск, где в мае пройдет республиканская акция во славу общей победы. Такая у меня волнительная миссия. Я должна насыпать землю в эту общую капсулу, землю, взятую с братских захоронений, политую горячей кровью наших защитников Родины. Торжественное мероприятие в этот день прошло и на Кургане Славы. Он был создан в 60-х годах прошлого века. Тогда местные жители приносили землю из мест, где проходили бои. 14 лет назад эту традицию восстановили с помощью гражданской патриотической акции «Беларусь. Земля Славы Ратной». За это время в ней приняли участие более 12 тысяч человек, которые привезли землю из 500 памятных мест. От имени администрации советского района я выражаю глубокую благодарность и признательность всем фронтовикам, партизанам и подпольщикам, работникам тыла и ветеранам труда. Всем тем, кто спас наш город от фашизма и помог его восстановить. 26 ноября. День освобождения Гомеля. Митинг у мемориала «Вечный огонь», торжественное собрание, праздничный концерт, открытие новой экспозиции в Музее военной славы, печатный раритет. Ученики 25-й школы Гомеля во время торжественного мероприятия знакомятся со статьями газеты «Правда», выпущенной 27 ноября 1943 года. Ее издали на следующий день после того, как областной центр освободили от фашистов. Уникальный экземпляр попал в администрацию железнодорожного района Гомеля от коллекционера, и руководство решило, что своими глазами увидеть исторический артефакт должны все желающие. Журналисты во время Великой Отечественной войны делали очень много, оставляя след на века. То есть так передать историю, которая была, может, с такой душой, болью и силой, которую мы читаем в этой газете, может, только человек, который это видел. В Музее военной славы открывается выставка, посвященная 75-летию победы Великой Отечественной и годовщине освобождения Гомеля. В экспозиции, которая будет работать в течение нескольких месяцев, боевое оружие, нагрудные знаки и награды, редкие документы и военная форма разных периодов войны. Часть этих экспонатов в разное время передали жители Гомеля. Благодарности Верховного Главнокомандующего своему отцу и его родному брату Зинаида Гатальская хранит как самые дорогие реликвии. В Красную Армию их призвали в 43-м. Оба вернулись домой живыми, чтобы начать новую мирную жизнь. Уже их нет живых с возрастом. Но очень я благодарна, что вот такое произошло. Я имею в виду, что вот он, как честный солдат, шагал, как говорят, и до Берлина дошел. Самый торжественный аккорд этого дня – митинг на площади труда и собрание в общественно-культурном центре. Звучат воспоминания, слова благодарности и признательности ветеранам. Увы, комендантский час, гетто, лагеря смерти – эти понятия навсегда остались в памяти поколения 40-х. За время оккупации в Гомеле погибли почти 150 тысяч человек. За 76 лет, благодаря работе гомельчан, практически полностью разрушенный город восстановился. И сейчас по праву считается одним из лучших в Беларуси. За последние 7 лет он 4 раза становился лучшим областным городом страны по благоустройству. Дважды был занесен на областную доску почета, как победитель соревнования по социально-экономическому развитию. Марина Джалая, Новости недели.